Пусть может я уложусь Друзья мои, всем привет! Вы находитесь на канале Режим Медведя Режим Медведя пошел в долгожданный поход Сейчас вам все расскажу, покажу Готовьте чаек, кофеек, печенюхи И погнали смотреть Я думаю, что сегодня будет очень такой Эмоционально интересный поход Потому что последнее время, последние видео Все были сняты на скалах Судак, Крым, Пшада Новые и так далее И я, если честно, уже прям Соскучился по обычным походам По лесным тропам По диким купелям Давненько я, кстати, уже не купался В диких купелях В горной воде холодной В общем, сейчас расскажу вам Входные данные Ну и погнали смотреть Нахожусь на Михайловском перевале Рядом с рекой Тхаб Она буквально через одно ущелье протекает Вот Эта речка безымянная В принципе Но Здесь я знаю, что на этой реке есть офигенные места Есть грот Есть классные, удобные полянки посидеть Развести костерок и так далее Короче, сегодня вот хочется именно такого То есть Прогуляться по лесу Подышать свежим воздухом Разложить все мысли по полочкам Искупаться в ледяной воде А потом согреться у теплого костра Ну я не знаю, что еще может быть лучше-то, а? Как-то так Все, двигаемся с вами Вверх по руслу Безымянной реки Да Красота Еще пока листва есть И даже еще она такая зелененькая Как вы можете заметить Ну, блин, конец октября, ребятушки Это лето было очень долгое И оно такое ощущение, что еще и Ну, уже не продолжается Ну, вот только-только отступать начало лето В общем-то, можно сказать Я все лето ходил Вдоль русел рек Все лето Вот Кстати, речушка Я думал, что будет Поболее А она такая еще Прям, ну Неполноводная, так скажем Вот Короче, все лето ходил Вдоль Русел рек А последние, которые у меня походы были По руслам рек Там Это было сплошное мучение Можно сказать Потому что Ну, просто невозможно было идти Из-за Машкары Всякой И так далее Вот Я очень много Прочитал В видосах Про то, что Блин, быстрее бы они исчезли И можно было бы спокойно гулять Вот Они исчезли Вот Я могу спокойно Наконец-таки Гулять Вдоль Русла реки При этом Меня Никто не норовит Мне залезть в глаза В нос там В уши И так далее Кайф Кайф Вот такое я Очень люблю Итак Что еще по входным данным Можно вам рассказать Ну Во-первых Времени сейчас уже Четыре часа Наверное Где-то Вот А я только-только Вступил на тропу Почему? Потому что только в двенадцать Я проснулся Вот Долго сплю Потом пока собрался Пока принял ледяной душ Пока раскачался Пока доехал Вот время уже Четыре часа А в пять садится солнце Короче Большая часть похода Я так понимаю Будет Проходить На фонарике Ну ничего страшного Мне не привыкать Вам уже походу Тоже С собой взято Два фонарика Павербанк Ну короче На подготовленном Двигаемся Не страшно Теплая одежда Есть Но все есть Короче Малеха Я устал От скалолазания Последние там Недели А может даже и месяц Скалолазания Было Очень много У меня И мультипитчи были И дорожки Короче Подустал Вот Подвымытался И немного оно как бы Поднаторилось Так скажем Поэтому охота Немножечко разбавить Обстановку Вот Дабы Ментально Как-то Восстановиться Чувствую Что Ментально Я подусяк Чувствую Ну мы в общем то с вами вот В те края и двигаемся А если вот подняться туда За перевальчик этот Перейти Там можно До монастырей дойти До уродча монастырей И до скал Серые монастыри Вот так вот Красота Вы только гляньте Блин как я скучал по этому Вот Разница между Движухой Скалолазной И движухой Походной Знаете в чем? В том что Все таки скалолазание Это немножечко Про спорт Это все таки Про какие-то Достижения Про перебарывание Переламывание Там себя И так далее Вот И ну соответственно Все происходит На торопях Всегда Всегда все куда-то Торопятся Вот Извините меня Конечно Но я это терпеть Не могу Просто когда куда-то Торопятся Знаете почему? Вот есть одна Прекрасная Еще может лет 5 назад Я услышал Такую поговорку Кто понял жизнь Тот не спешит Вот И как говорит Эд Халилов Важно себя не Подольше сохранить А грамотно Расстратить Так вот Ну то есть Надо кайфовать От жизни тоже В общем то Вот в чем Отличие в том Что в походе Есть время Всегда остановиться Попить чай Понаслаждаться Природой И так далее Вот когда К сожалению Почему-то так получается Что когда двигаемся Куда-то на скалы Постоянно куда-то Торопимся Хочется быстрее Быстрее прийти Чтобы быстрее Быстрее пролезть Чтобы быстрее Чтобы что быстрее Я и вот сам Вот так вот Вот целый день Торопишься А ради чего? Ради того Чтобы приехать На 20 минут Раньше домой Ну какой смысл Короче вот Кайфуем Пьем чай И все И никуда Не торопимся Сейчас уже будет 5 вечера Сядет солнце Я еще до места Не дошел Костер я еще Не развел Ну и насрать Ну значит Так и должно быть Правильно? Правильно Все Главное Наслаждаться Моментом Вот Наслаждайтесь Моментом Так друзья мои Вы скажете Что же нужно сделать Когда приходишь В такое место Первым делом Вы подумаете Что развести костер Возможно Но Я выбираю Вначале Попить чай А потом Развести костер На самом деле Все правильно Да Если мы приходим Зимой Нужно конечно Позаботиться о том Чтобы Вам было Тепло Короче Как вы знаете Я противник Того чтобы Долго Корпеть над костром Что-то там Придумывать Березовую кору Искать А ее здесь Хрен ты найдешь Еще начнем с этого Вот Поэтому В любом случае Я всегда Собой беру газ Для того чтобы Разогреть еду Ну и Соответственно Нет сложности Для того чтобы Взять с собой Вот такую вот Насадочку И просто В принципе Вот таким образом Распалить костер Я вам Могу сказать От себя Что Костер Распаливается Таким образом Даже в дождь Поэтому это Удобная штука Пользуйтесь Весит она там Ну может 100 грамм Ну как бы Если у вас Выбор Имеется Что вы будете Там В суровую погоду Где-то там Огнивом Там чиркать Что-то Искру какую-то Там искать Да нахрен надо Вот 100% Вы как бы Разведете костер Мы В прошлом году Разводили С Данилом Костер С помощью Горелки Даже в дождь Это было Если не ошибаюсь В серии Мокрых походов У нас Была такая серия Мокрых походов Мокрый поход Один и мокрый поход Два Первый был вроде бы На реке Ачипс И мы пришли туда Лев дождь Мы искупались И в принципе За полчаса Развели костер А второй кстати Мокрый поход Был если не ошибаюсь Здесь Вот Мы приезжали сюда И тоже В дождь ходили И разводили Таким образом костер Так что Пользуйтесь На здоровье Она стоит 200 рублей Газовый баллон Стоит 200 рублей Все У вас 100% Будет костер Даже если дрова сырые Ну как бы Как-то так Коротко ли Долго ли В общем-то Уже Почти стемнело Кассирочек Начал Разгораться Вот Нашел Ховоростинку Маленькую В общем-то С помощью нее Получилось Более-менее Нормально Разжечь костерок Дровишки конечно Сырые Такие Да Красота Вообще Можно Бесконечно Смотреть на Костерок Бесконечно Опа Вот так вот Ребятушки Уже Как можно Заметить Стемнело Костерочек Вот у меня Здесь у меня Вон Мясо Греется Будем сейчас Кушать Я в общем-то Нахожусь Как можно догадаться На фонарике Вот Я еще не купался Знаете что делал Сидел О Вот так вот Сидел В общем-то Дыхание По Вимхофу Делал Почувствовал Что Давно Не сидел У костра Один В темноте Вот Давно Не пил чаек У костра Давно Не купался В горных реках В купелях В общем-то Давно Не Останавливался Так скажем Да То есть Мы все Как крысиные Бегай Бежим 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 Надо иногда Хотя бы иногда Остановиться Остановиться Замереть Вот мне кажется Вот мне кажется Вот это тот момент Когда ты Как раз таки Вот сейчас Вот остановился Замер Ничего не делаешь Просто созерцаешь На огонь Сейчас вот Пойду Созерцать на воду И купаться В ней вода Кстати Капец Какая холодная Я пока Мыл котелок У меня руки Замерзли Вот так вот Короче Сижу Прям Улыбка На лице Так Ну что Ребятушки Я в общем-то Готов К тому Чтобы Отправиться На увлекательный Аттракцион Под названием Искупаться В горной реке Блин Вот Ох Давненько Я это не делал В такую погодку Поэтому Я прям Откровенно говоря Подочковываю Немного Вот Я только разделся А уже прям Пипецко холодно Вот Так Ну что Вот она Купелька Сколько тут Глубина Афиг его знает Сколько тут Глубина Ну обычно Тут бывает Побольше Конечно Воды Выше Пояса Ну сейчас Я думаю Где-то по поясу Будет Воды Нормально Там дальше Есть Поглубже Конечно Купили Там по 2 метра Глубина Где скроют Но Далековато Находится От костра Купелька Хочу сказать вам, знаете что, что ощущения, конечно, классные. Ну, то есть, конечно, пока ты находишься там в воде, это прям максимально некомфортно. Но как только ты выходишь из воды, прям шикардос. Бежим все к костру, дабы согреться. Так, ну что, друзья мои, второй заходик. И, наверное, крайний на сегодня. Будем быстренько сейчас еще искупиться, и можно погреться и, в принципе, сваливать. Холодная какая, а! Ну что, друзья мои, в общем-то, времени у нас уже девятый час. Где-то 8.15, 8.20. Буду идти сейчас в обратную сторону. Попрощаемся с этой прекрасной поляночкой, с этой купелькой. Два раза я искупнулся, шикардос. В общем, вспомнил, что это такое, купаться в прохладную-то погоду, да с костерком. Класс! Ну, теперь мне, в общем-то, предстоит обратный путь. Весь путь, как вы понимаете, будет проходить на фонарике, вот. Ну, как-то так. Дорогу я знаю. Идти здесь километра, ну, где-то 3-4. Ну, короче, в районе часа буду идти в обратную сторону. Так, ну что, ребятушки, времени, в общем-то, уже 9 часов вечера, естественно. Получается, я еще не дошел, но уже практически подхожу. Тут, может, минут там 10 от силы, наверное, не больше. Сейчас скоро подойду к месту, где в начале этого лета, это я не помню, там или начало июня было, или середина июня, ну, короче, или вообще это май был месяц, где я испытывал палатку от спортмастера без тента, в которой я сначала вспотел, потом, блин, замерз. Ну, короче, такой себе был приключенец. И вот это как раз-таки здесь происходило, на Михайловском перевале. Я, в общем-то, доехал на машине и прямо рядом с машиной встал на полянке и заночевал. Вот. Ну, как-то так. Здесь, получается, от этой полянки там буквально 5 минут ты уже в поселке. 45 минут, получается, плюс-минус занимает путь. Вот. В обратную сторону. Ну, мне кажется, что в ту сторону я двигался чуть подольше, потому что все-таки медленнее шел. Да, вот, кстати, эта полянка, на которой я ночевал. Получается, отсюда 5 минут, и ты уже на Михайловском перевале. А я вот здесь вот. Тут вот палатка у меня была. Да, ну, я скажу, что, кстати, как и в ту ночь, сегодня также такое ощущение, что какой-то туман сходит прям, и вообще, ну, прям холодно-холодно. Даже иду, чтобы вы понимали, ну, в термобелье иду, фриску не одевал, куртку тоже не одевал, но одел перчатки, потому что руки подмерзают. Так, друзья мои, ну что, в общем-то, до машины я добрался, переоделся. Чая у меня, к сожалению, нету. Вот. Попью сейчас воды. Вкусненького тоже ничего с собой, что-то я не взял сегодня, ну, не продумал. Вот. Я надеюсь, что поход вам этот понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Поход был такой разговорный, эмоциональный. Вот. Что-то, может быть, вам дал. Ну, какие-то знания, какие-то, может быть, не дал. Ну, в общем, напишите в комментариях. Как-то так. С вами был канал Режим Медведя. Всем пока. Я поехал домой. Потихонечку сейчас буду приедать домой. Буду наслаждаться, пить тёплый чай. В общем-то, кушать горячую вкусную еду. Вот. Ну, в общем, все прелести жизни после похода. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова